Всем привет! Хочу сделать небольшое видео по восстановлению остроты на японских водных камнях. Это ни в коем случае не будет являться каким-то руководством или учебным пособием по заточке. Это просто легкое видео, в котором я попытаюсь вернуть одному из моих ножей хорошую остроту. Заточка на водных камнях лично для меня что-то сродни какому-то секретному боевому искусству из храмов Шаолин. Когда нет предела совершенству и чем дольше ты этим занимаешься, тем ты становишься лучше. Но все равно в любой момент можно сказать, что у меня камни всего лишь год или два или три. И я совсем новичок и никто тебе не скажет, что ты плохо точишь или что-то в этом роде. В тот момент, когда, если предположим, ты выразишься так о каком-то заточном приспособлении, типа Apex Edge Pro. Если ты скажешь людям, что у тебя Apex уже год, а ты не научился точить ножи, то на тебя посмотрят, мягко говоря, косо. И поэтому, также точно, пользуясь этой лазейкой, я говорю, что я совершенный дилетант в заточке на водниках. Совершенно ничего не знаю. Камни у меня примерно годик. И время от времени я ими пользовался. Теперь давайте поговорим о ноже, который я буду подтачивать. Это нож фирмы Boker Plus, модель Titan. Почему я выбрал именно его? По двум причинам. Во-первых, он до сих пор не точился после теста на картоне, и там он прилично затупился. И вторая причина. Самое главное в том, что, когда я делился моими впечатлениями о заточке стали 440C на Boker, я точил его алмазами, и было такое ощущение, что сталь как-то плохо принимает остроту, что называется. И ребята посоветовали мне заточить эту сталь именно на камнях, потому что присутствует какое-то другое поведение, когда точишь эту же сталь, но на водниках. Ну, поэтому, тем более, я это и хочу проверить. Так, теперь давайте посмотрим на нашу заточку. Листик из справочника. Ну, нож остался довольно острым после теста на картоне. Кроме того, он режет еще и за счет своей геометрии. Ну, в этом нам поможет вот эта бутылочка. И на ней мы сделаем вот так. Даже чуть сильнее. Посмотрим, теперь все. Теперь он уже не режет. Теперь он только режет. Там немножко остались какие-то моменты из-за геометрии, что он чуть-чуть вырезается. Но, поверьте мне, это как бы не острота. Это уже все. Даже еще пару раз. Ну, все, теперь я думаю, вся сердечная кромка блестит, я это четко вижу. И интересно, такая бутылочка попала в кадр. На самом деле, потому что это единственная стеклянная бутылка, которую я в холодильнике нашел. Но, кроме этого, хочу сказать, что лично мне нравятся такие слабоалкогольные напитки. И мне иногда хочется так расслабиться. Я могу пару бутылочек потянуть. Пиво я пью редко и просто как-то я, видимо, не понимаю его вкус. И если я пью пиво, то я предпочитаю, очень сильно уважаю более мягкие сорта пива, такие не горькие. Из этих могу выделить отдельно такие фирмы, как Миллер. Миллер просто шикарное пиво. Потом Корона и Стелла Артуа. Вот это вот три вида пива, которые я могу пить. Разные там нефильтрованные сорта, чешские. Я их уважаю, но я их пить не могу. Вот такие пироги. И теперь давайте попытаемся что-то тут подточить. Вот наш водничек. Для начала берем камень в 1000 грит. То есть для такого рода подточки, мне кажется, этого должно хватить с головой. То есть, куда более грубого нет смысла начинать. Так, и теперь максимально внимательно выбираем угол, чтобы совпадать с режущей кромкой и проводим. Да, и конечно, концентрация тут в разы выше, чем на какой бы то ли был отточилке, чем на правке на пасте. Так. Теперь хочу посмотреть на режущую кромочку. Ну, режущая кромочка до сих пор отражает свет абсолютно вся. Поэтому мне что-то кажется, что я просто не попадаю, видимо, под нужным углом. Нужно немножко увеличить угол. Просто я вижу, что здесь на камне как бы металл остается, а эта кромка блестит. Хотя для того, чтобы исправить такое затупление, ему не нужно чего-то сверхъестественного. Чуть-чуть я сейчас увеличивал угол, чтобы четко попадать. Вот когда я увеличил, я уже начинаю чувствовать такое, скажем так, сопротивление, когда иду по камню. Он как бы не проскальзывает, но что он как бы, ну, есть какое-то микросопротивление. А тем временем режущая кромка до сих пор отцвечивает. Видимо, я конкретно там постарался по бутылочке. Но теперь за это приходится платить. Давайте я немножко более неправильным способом сейчас поработаю. Но этот способ тоже работает, и я им иногда пользуюсь. Если хочется сказать мне какую-то гадость, когда я так делаю, то опять же я съезжаю на вот этой вот пятой поправке в заточке, что у меня камни всего лишь год, и я плохо точу. Мне можно так делать. Обратите внимание, как такового давления, давления нет. Я не давлю на нож, потому что это нездоровая фигня. И кроме того, этот камень, он на какой-то такой мягкой слабой связке. И поэтому при давлении, если бы я давил, я этим, ну, то есть у меня были такие ошибки во время моего опыта, и я могу ножом просто срезать слой этого камня. Поэтому тогда я научился, что это очень плохо. Вот в чем незадача. В принципе, по всей режущей кромке я уже вывел вот это вот отблескивание, но я совсем упустил из виду, что этот нож имеет небольшую S-образность вот в режущей кромке. И на простом камне это непросто устранить. Мне придется вот поработать здесь вот на краю немножко. Из-за того, что кромочка S-образная, вот эта вот впуклость, вот эта, которая тут присутствует, она мало попадает по камню. Ну, вот я сейчас попытаюсь на краю камня. Вот так вот. О, ну, совсем другое дело. Водники это, ребята, вам медитация просто какого-то нережного. Нережного уровня. И, да, как бы отбросить то, что, как бы, что нужно, как бы, долго, долго точить. Как бы все это понимают, как бы, что нужно потратить время. Ну, о, режущая кромочка такая получила серьезно такой микросерритор. Ну, вернусь к тому, что даже, ну, понимая то, что нужно долго точить, все равно, когда начинаешь точить на этих камнях, ты понимаешь, что просто вот даже не каждый человек это выдержит. даже при всем желании. О! Ну, ну, это уже похоже на что-то человеческое. Микросерриторчик мы заработали. И теперь я хочу перейти на следующий камень. Вот он. Это трехтысячный камень. Это самый крупный, который у меня есть. Это такой, то есть, он уже такой доводочный, но он далеко не финишный. То есть, это такой... Ну, он уже называется файн в разных классификациях. Трехтысячный камень – это файн. Скорее всего, будет. Ну, ну, это не какой-то ультрафайн, там, финиш и тому подобное. То есть, вот так грубоватый. Сейчас увидите, что он хавает стальку вообще не по-детски. Сейчас пройдусь по нашей S-образности сначала, как я это делал на прошлом камне. Вот так вот, видите, на краю. Я совсем забыл о этой особенности, но очень рад, что в этом видео мы затронули этот момент и нашли этому решение. Естественно, какие-то керамические надфилечки, грамотные, как есть у Спайдерка, они эту тему разрулят намного лучше. Или тот же Триангл. Но, раз мы уже решили медитировать, то нужно идти до конца. Ну, и обратите внимание, как бодро трехтысячный камушек хавает стальку. Очень серьезно. А на реже кромки, в свою очередь, я могу видеть, ну, я не могу сказать, что она полируется, но она становится, облагораживается, скажем так. Конечно, финишные камушки не помешали бы. Так вот, у меня такая мысль всегда была, что вот выше трехтысячного камень не нужен. Потому что дальше я буду доводить на пасте. Сейчас я вижу, что паста, в принципе, она... В принципе, по образивности, она не ниже вот этого трехтысячного камня. И дальше уже, как бы... Именно какую-то мега-доводку на ней получиться не получится. То есть, опять же, это когда уже углубляешься. На самом деле, для использования ножа на кармане достаточно вообще очень слабой такой остроты по меркам, по меркам людей, которые там... увлекаются очень сильно заточкой. Показалось, что камера выключит. Так. Ну, видите, очень так хорошенько мы прошлись. По клиночку. В принципе, ну... С ума сходить тоже не нужно, это лишнее. Ну, неплохо, неплохо, я бы сказал. Давайте посмотрим. Вот наша режущая кромочка после трехтысячного камня. Имеет очень такой вменяемый вид. А, тут все мокро. Вы видите, что за какие-то несколько минут нож уже очень так хорошо врезается вот эту вот тонкую бумагу. И вот я сейчас смотрю видео, там длится 15 минут. Как бы, если вы какому-то мастеру заточки на наводниках скажете, что вы как бы вытащили 15 минут и получили неудовлетворительную остроту, то я думаю, с вас просто так про себя посмеются немножко и отпустят гулять дальше. Потому что в заточке на наводниках 15 минут – это так, это разогрев, легкая разминка. Ну да, какое занятие. Я, конечно, на любителя. Я, конечно, камушки, наверное, прикуплю хорошие. Буду иногда развлекаться этим. Ну, как бы, все равно, ребята, H-Pro для меня лично – это сила. Все в воде здесь. Хочется же порезать бумажку нормально. Ну, нормально, нормально. Я, в принципе, сейчас тут и на большее и не рассчитывал. После того, как я убил его на стекле, я не рассчитал, короче, то давление на стекло, которое я делал. Я хорошенько затупил этот нож. Конечно, у меня на камеру не было возможности этого показать, но он четко затупился вообще. Вот. Поэтому на тысячнике пришлось поработать. Но хороший урок из всего этого я получил. То, что 440C прекрасно точится. После этого трехтысячного, конечно, нужно еще на чем-то довести. Ну, хорошую остроту она таки реально принимает. И еще один момент. Вот S-образную режущую кромочку можно точить по краю камня очень неплохо. Ну, что ж. Все. Я думаю, немножко сейчас все-таки полирну его на белой пасте, потому что белая паста, она очень так мягко работает. Плотнее, кожа плотнее прилегает к режущей кромочке. И вот этой доводочки мне уже хватит. Все. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай. Еще одно небольшое дополнение. После того, как я закончил с трехтысячным камушком, я немножко поправил этот нож на белой пасте. Буквально 3 минуты. И вот как выглядит его острота на данный момент. Ну, то есть, я думаю, разница налицо. Конечно же, паста еще сильнее усилила эту остроту. То есть, на камнях, до трехтысячного камня, включительно, можно построить очень-очень хорошую базу. Потом пару взмахов на пасте, и у вас реально острый нож. Я не знаю, может быть, он не стругает волос, но когда подносишь его к руке или к ноге, то волосы просто отскакивают оттуда. Все. Теперь точно пока. Продолжение следует...